Всем привет! Сегодня я проведу вот такое вот испытание двух таких роторов Anipka. Один когда-то я сделал очень давно, несколько лет тому назад, просто из бумаги. А потом я заказал вот такой вот ротор Anipka, уже напечатанный на 3D принтере. Напечатал его Святослав Вульф. Если кому-то нужны очень качественные детали, которые печатаются на 3D принтере, я ссылочку оставлю в описании, можете у него заказывать разные. Так вот, сейчас мы возьмем вот такой вот маленький вентилятор на 1 Вт. Ну, по крайней мере, так написано, что это всего лишь 1 Вт потребления. И вот такой вот у нас будет сверхчувствительный генератор. Вот, смотрим. Чтобы вы понимали, что он действительно очень чувствительный. Вот, видите, я его соединил и достаточно просто рукой легосенько я кручу, и он вырабатывает напряжение. То есть, очень мощный, ну, скажем так, для таких самоделок очень крутой генератор. Вот он. И светодиодная панель, и микроинвертор. Ну, стабилизатор, можно так сказать. Вот, у меня здесь. И проверим, как эта вся система. Я хочу сделать самозапит. Напишите в комментариях, получится ли у меня самозапит. То есть, поняли, да? Этим генератором через инвертор, стабилизатор буду питать вот этот вентилятор. Направлю на ротор Анипко. Он будет крутить вот этот генератор. И сам себя через... Если он потянет сам себя, это будет очень и очень круто. То есть, как бы, получится самозапит. Я не буду, конечно, утверждать, что он сможет что-то еще помимо самого себя. Но, если даже сам себя питает, допустим, какой-то вечный двигатель, это уже можно назвать вечным двигателем, потому что у него КПД больше единицы. Почему? Потому что он будет преодолевать также трение. Понимаете, да? Ну, попробуем, скажем так. Что у нас из этого получится? Проверяем. Вот такой вентилятор взял. Вот такую батарею. И... И сейчас проверим вот этот. Вот. Продолжение следует...